Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. Сегодня будет продуктовая закупка из гипермаркета Карусель. У меня был купон на скидку в 200 рублей при покупке от 1400, поэтому цены буду называть уже со скидкой по данному купону. Итак, молоко «Домик в деревне» отборное. Оно сейчас вообще идет в Карусели по акции. Обошлось мне в 40 рублей. Купила два коктейля «Чудо» молочное, шоколадные. Каждый обошелся в 30 рублей. Взяла один плавленый сыр «Виола», русская избранная. Нравится мне очень этот плавленый сыр, вкусный. 60 рублей. Масса «Останкинская», творожная масса с изюмом, нежирная, всего 20% жирности. Масса хорошая, состав у нее полностью натуральный. Обошлась мне со скидкой в 41 рубль. Сыр «Холлендер Экстра». Здесь, по-моему, 200 или 250 грамм. Сейчас точно скажу вам. 250 грамм. Стоил 149 рублей. Теперь давайте перейдем к мясным и мясосодержащим продуктам. Вот такая вырезка свиная от «Мироторг». Покупаю уже не первый раз. Она неплохая. 319 рублей за килограмм. Здесь у меня на 220 рублей. Взяла не самый, наверное, полезный продукт. Это сосиски молочные. Правда, указано, что они без сои. Но все равно, конечно, продукт не очень полезный. Но на завтрак иногда хочется. Упаковочка стоила 155 рублей. Здесь 530 грамм. Ну, кстати, состав у них не самый страшный. В общем-то, даже неплохой. Котлетки от моей любимой марки «Петеленка». Это у нас котлетки куриные сливочные. По-моему, уже такие покупала. Но, в принципе, мне котлетки от «Петеленки» очень даже нравятся. Вот эта упаковочка из 4 штук обошлась мне со скидкой в 117 рублей. Муж попросил купить ему вот такие паштеты от «Хамме», паштет из «Мяса птицы» и паштет из «Индейки». Я, честно говоря, такие паштеты не люблю, но вот мужу нравятся. Каждый паштет 65 рублей со скидкой. И осенью захотелось вот такую вот фальшивую черную икру. Икра царская, экспортная, со скидкой. Обошлась мне в 57 рублей. Кстати, состав у этой икры неплохой, натуральный. Она сделана из достаточно дешевой рыбы, рыбного бульона, морских водорослей и так далее. То есть, в принципе, состав у нее полностью натуральный. Теперь давайте перейдем к овощным консервам и овощам. Приобрела я вот такую икру из молодых кабачков «Ресторация обломов». Это повторная покупка. На самом деле на икру из кабачков совершенно продукт не похож. Это просто очень-очень вкусный гарнир из кабачков. Поэтому покупаю его второй раз. Стоит со скидкой 78 рублей. Вот такие вполне симпатичные помидорки. Называются «Мое лето». Здесь 700 грамм. Упаковочка обошлась мне в 117 рублей. Давно не покупала вот такие салаты от «Белой дачи». Решила купить. Я такие салаты люблю. Они вкусные. Небольшая, правда, упаковка. И обошлась мне со скидкой в 66 рублей. Муж попросил купить ему имбирь. Купил вот такой небольшой кусочек. Он из имбиря делает очень вкусный имбирный напиток. Имбирь у нас стоит 199 за килограмм. Здесь вот небольшой кусочек на 23 рубля. И были в этот раз неплохие бананы. Такие желтенькие, спелые. Килограмм 65 рублей. Здесь на 54 рубля. И осталось показать вам хлебобулочные изделия и сладости. Хлеб даниловский, бездрожжевой, ржанопшеничный. Очень приятный у этого хлеба вкус. Покупаю уже не первый раз. Со скидкой обошелся мне в 30 рублей. И вот такой вот хлеб-кирпичик. Вернее, половинка кирпичика. Хлеб тостовый от щелковых хлеб. 16 рублей. И взяла сладенькое к чаю. Во-первых, вот такие вафли окулчев. Это просто обычное печенье вафельное рассыпчатое, без начинки. 52 рубля. Очень что-то в этот раз захотелось взять в казинаке. Взяла вот такой наборчик. Здесь довольно много. 10 штучек. Даже 10-10 казинак. Вот такой наборчик обошелся всего лишь в 40 рублей. Привлекло мое внимание вот такое интересное печенье. Печенье какао с миндалем. Со скидкой обошлось мне всего в 51 рубль. Смотрите, как оно интересно выглядит. Как даже на печенье, а как такие маленькие пироженки. Ну, будем пробовать. Думаю, что очень даже неплохое должно быть. И взяла 4 чупа-чупцы. 2 клубничные и 2 апельсиновые. Каждая обошлась мне в 13 рублей. Вот такие покупки были совершены мной в гипермаркете Карусель в городе Москва. Расскажите, какие цены у вас в городе. Всем спасибо за просмотр. Всем отличного настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok